Привет, друзья! Привет, ребята! Сегодня будет интересное видео. Сегодня я второй раз рисую императорскую карту. Старую карту, по которой мы попытаемся найти сокровище. А для этого нам понадобится нарисовать какой-то определенный населенный пункт и с указанием тайных входов пещеры или там, что это у нас будет, штольни. Ну, в общем, посмотрите, будет интересно. И этот раз мы уже решили сделать карту побольше. Вот уже 4 листа вот таких вот склеить, чтобы это было больше карты. Посмотрим, что с этого получится. Может, я сделаю отдельно еще на маленьком листу, потому что я экспериментирую. Также берем такие вот альбомные чуть пожелтевшие листы и, в принципе, приступаем. Посмотрим, что с этого получится, как сделать старую карту. Предыдущее видео будет тут и в подсказке, так и мы делали тоже старую карту, которая получилась очень старая, какая древняя. Особенно, когда я первый раз в руки беру, приходите, смотрите. Ну, на этот раз тоже мы что-то похожи, может, чуть лучше попробуем сделать. Пошлите делать. Начинаем делать нашу новую карту, а для этого нам сделаем лёгк этот раз побольше. И надо будет склеить вот так четыре листа. Из четырех листов А4 склеили вот такую вот большую карту. Теперь ждем, пускай подсохнет. Посмотрим, получится или нет. В принципе, можно и на одном бумажке сделать, на одной. Но как-то, когда она больше, она как-то прикольнее, типа, я не знаю. Посмотрим, что получится. В общем, теперь задача, чтобы оно это всё подсохло и было как одно целое. И потом посмотрим, что будем делать дальше. Друзья, после склейки вот у нас получилось вот такого плана. Как мы видим, два листа таких получилось. Будем экспериментировать на две карты делать. В общем, для того, чтобы сделать и устарить вот эти два листа бумаги, Следующий этап, это нам просто надо взять и вот так их тупо сжамкать. Вот такой вот мячик. Так же делаем салтеры. Вот так, полностью с таким вот... Вот так, просто берем и сжамкаем. Вот, можно потом раскладывать и еще раз. Как будто вы его собираетесь выбросить. И потом очень аккуратно пытаетесь... Это всё... Вот, вот, у нас она получилась вот такого плана. Смотрим на швы, наши заклеены, чтобы они не разошлись. И берем еще раз, вот так, в тех местах, где плохо пожамковать, можно еще раз. Вот так. Хорошо, вот так жамку. Так же, давайте с этим еще раз проделаем. Такого жамкания, практически не видно вот эти швы, где мы склеивали листы. Так, следующее, что мы делаем? Очень интересно. Чтобы добавить эффекта, во-первых, такой старой карты, и эффекта какого-то разных запахов, собираем там недопитый кофе, чай. Так как и в первом случае, и просто вот этими остатками наносим по всей карте. Вот так. Чтобы оно пропиталось. Оно сделает какие-то пятна, вот такие, после кофе. В общем, будет очень интересный эффект. И я думаю, это в процессе можно потом еще будет даже повторить. Вот так. Делаем. Где-то можно даже так больше ляпнуть. Прям такие большие пятна. И оно как бы все это пропитается. Получилось. Тут так более мелко всего наляпанного. Тут как-то более, уже как смотришь, как будто карта какая-то. Какие-то озера. Ну, в общем, вот такой эффект, оно получится очень интересное, когда высохнет. Поэтому мы сейчас вот это все оставляем. Может, в процессе еще что-то туда, остатки чая. Ну, в общем, чтобы максимально вот так сделать. И за счет тоже вот этой пропитки, она еще станет мягче. Вот эти все жамкания, что мы делали. В принципе, после этого, когда она посохнет, еще раз ее можно, в принципе, пожамкать. Вот так на улице сохнет. Наша карта, вот эта чуть расклеилась. Под действием кофе, влаги. Потом ее подклеим, пускай высохнет наше кофе. Не знаю, что получится. В общем, как-то вот так она выглядит. Имеет вид такой. Такая вся в пятнах. И этот раз уже такая вот большая. Так, начинаем рисовать нашу карту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Жду вас на своем канале и обязательно подписывайтесь на канал моей жены Екатерина Мироненко, у нее тоже очень хороший и насыщенный канал. До свидания, хорошего дня вам.